Под лучами утреннего солнца на горячем песке пляжа Черного моря десятки детей, подростков и взрослых в белых кимоно внимательно слушают наставления Шихана Фурка Кальмана. Так начался один из дней спортсменов Украинской Федерации Киа Кушенкай Карате. Семинар, организованный и проведенный Одесской областной Федерацией Киа Кушенкай Карате, стал значимым событием для более 120 ребят, специально приехавших поучаствовать в нем с Одесской и других областей Украины. Мы хотели вот именно этим семинаром показать, как зарождалось Киа Кушенкай Карате. А вот Фурка Кальман, Шихан, он стоял у истоков. Вот он ученик Масута Цуаяма, который умер, но дело его продолжается. И вот хотелось бы именно вот как начало именно Киа Кушенкай Карате. И мы сейчас вот это доводим до всех детей, до мастеров. Для нас, для всех, для меня отдельно, это великая честь послушать, что мастер рассказывает, как именно то или иной блок или удар нужно правильно делать. Лично для меня карате воспитало во мне человека. Лет в 13, скажем так, у меня было две цели в жизни. Это стать чемпионом Европы и сдать на черный пояс. В 13 лет я даже про это не мог думать, что этого достигну. Потом сдал на черный пояс 4 года назад и 2 года назад стал чемпионом Европы. Ну, как можно сказать, на этом не останавливаюсь. Методично-практический семинар Одесса лета 2013 начался на берегу моря. Фурка Кальман, занимающийся Киа Кушенкай Карате более 4 десятков лет, учил техники и приемам восточного единоборства и делился основами ее философии. Победи самого себя, поддерживай здоровье, будь дисциплинирован, уважай родителей и окружающих, не останавливайся на достигнутом. Умей найти себя в обществе, чтобы ты был полноценным человеком для общества. Это самое главное философия. И вот эти вот упражнения, карате, это все нацелено именно в это направление. Чтобы с помощью этих вот упражнений самого себя развивать. Тяжело в это вериться, но это так. Киа Кушенкай Карате воспитывает прежде всего духовные качества в человеке, без которых невозможна победа. На втором месте находится физическое развитие, что особенно важно для растущего организма ребенка. Версиям полноконтактным карате. Единственное отличие, что у нас во время кумите, то есть по спортивному, по спорту, запрещены удары руками в голову. Личные удары в голову, они не нужны, особенно детям. У нас обширная программа ката. То есть те дети, которые не хотят участвовать в кумите, кумите это поединок, они могут прекрасно заниматься катой, они занимаются развиванием шивари, разбиванием предметов. То бишь они могут развиваться разносторонне. В Украине Киа Кушенкай Карате получила развитие с 1990 года. Намного позже, чем в других европейских странах. Вместе с тем спортсменам Украинской Федерации есть чем гордиться. Есть чемпионы Европы, есть призеры чемпионата мира, наши спортсмены. Это вот радует, это действительно такой подъем. Если мы раньше, до распада Советского Союза, это было, ну, проследовалось уголовным законодательством, то сейчас это свободно, то есть мы преподаем, это дети, родители поддерживают именно наш стиль карате. Это, во-первых, здоровье, даже если кто-то не выступает на сцене, он просто оздоравливается. Украинская Федерация Киа Кушенкай Карате имеет филиалы почти во всех областях Украины. А это свыше 5000 человек, как женского, так и мужского пола, постигающих тонкости восточного единоборства. В нашем регионе Украинскую Федерацию представляет Одесская областная Федерация Киа Кушенкай Карате, которая ведет активную деятельность с 2010 года. С апреля месяца мы участвовали в таких мероприятиях, как чемпионат Николаевской области, дальше чемпионат Кировратской области, чемпионат Черкасской области и кубок города Александрии Кироватской области, где наши спортсмены показали хорошие результаты. Почему такая ситуация? У нас идет хорошая тенденция к результатам. У нас подсиментически проводятся семинары, как ура под руководством непосредственно нашего бранча Шахана Лященко. В данный момент мы уже пригласили Шаханов с Венгрии. После занятий на берегу моря семинар Шахана Фурка Кальмана продолжился в спортзале. До этого дня мастер был в Украине более 20 лет назад, когда только начали работать первые секции. С тех пор, отмечает Фурка Кальма, этот вид единоборства не утратил актуальность. И хотя каратэ не имеет возрастных ограничений, Шахана радует, что среди учеников много маленьких детей, прилежно старающихся повторить приемы за тренерами. Ведь среди них есть те, кто в будущем продолжит популяризировать этот вид спорта. Единственное, на что следует обратить внимание, рассказал гость из Венгрии, так это на внутренний мир молодых спортсменов. Как всегда говорят, что истина в частицах. Теперь видишь, что из-за детей тоже, и тем более для взрослых, и визгаловаться. Белыррол, мегнезли. Изнутри еще проверить, что они знают, и что неправильно, то исправлять. Очень много поверхностей. Технику можно выучить. Но то, что за техникой, это нужно требовать, чтобы они вели себя так, как это необходимо. Так ценить друга своего, напарника, это трудно. Для этого есть карате. Вместе с тем, не все секции и школы, предлагающие познать восточное единоборство, ведут официальную деятельность. Поэтому, размышляя над тем, куда пойти заниматься карате, необходимо быть внимательным и осторожным. Очень много по Украине проводится соревнований по тем видам спорта, которые не признаны в стране вообще. Соответственно, это является нелегальным, нелегитимным. И, прежде всего, родителям необходимо спрашивать, в какой федерации украинской относится та или иная структура, то или иной клуб, пластная федерация, и навести справки, является ли она представителем того или иного, признанного в Украине согласно закону по спорту. Вид вида спорта и относится ли она к той федерации, которая является национальной. Еще раз повторюсь, только одна федерация получает право от Министерства молодежи и спорта на развитие того или иного направления физической культуры и спорта. Она формирует сборную команду, выезжает за рубеж. Те, кто остановил свой выбор на Украинской федерации Кюкусенко карате, уже спустя несколько месяцев могут похвастаться достижениями и новыми поясами. Как, например, Александр Цымбалюк из города Березовка Одесской области. Мальчик спустя каких-то 9 месяцев занятий носит оранжевый пояс с синей полоской. А его старания не остались незамеченными Фурка Кальманом. Нравится мне биться и получать новые поясы. Тоже хочу, как и Фурка Кальман, тоже иметь седьмой дан. А как тебе на семинаре? Получил какие-то новые знания? Да. Какие? Ну, не знаю, я научился ката. Впрочем, у каждого ученика найдутся свои достижения как в соревнованиях, так и в воспитании своего духа. Приходить изо дня в день на тренировки и заниматься карате – это самая большая победа, которую человек может одержать над собой. Я хочу, когда стать взрослым, я защищаю свою семью впервые и защищаю сам себя. Калкушинка карате – это, во-первых, дисциплина. Я хочу стать мастером этого вида спорта, чтобы у меня был черный пояс. Привела младшего брата позаниматься и видела, как он занимался. Пару тренировок походила с ним. Мне тоже понравилось, решила попробовать первый раз. Вот уже год пробую. В принципе, может занятие Кюшинка карате заменить фитнес, тот же какой-то спорт? Да, может. Это я вижу по себе, как бы и достижения, все как бы есть. Все растяжки, физо, все. В конце семинара уставший Фурка Кальман сказал ребятам и тренерам, что те семена, которые он посеял, попали в хорошую почву. Ведь главной целью Шихана, разменявшего уже седьмой десяток, это жить и продолжать учить людей карате. В начале недели он занимался в городе Шиуфок, это возле Болотона в Венгрии, в лагере был там проводил тренировок. Позавчера мы сюда приехали. На следующей неделе японцы приезжают к нему. То есть это его жизнь. И если человек делает, тренируется, это все будет лучше и для него тоже. Учится. И учит. Это его занятие. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok